Друзья мои, надо выходить. Посмотрите, какой город. Это просто невероятное время. Огромная скорость движения тучи. Я не успел это снять, но сейчас вы видите. Нас накроет сейчас снежная лавина, можно сказать. В чем это говорит? В принципе, время для съемки, конечно, интересное, крайне. Но я не подготовился, поэтому у меня с собой камеры сейчас нет. Поэтому, наверное, придется перенести это. Это больше похоже даже на град, скорее всего, потому что достаточно крупные крупины идут. Скорость огромная. Вот с той стороны, где я видел просвет солнца, там сейчас просто стена, и ничего не видно совершенно абсолютно. Поэтому это время, конечно, для фотографов крайне интересно. Попадают в такие места, где особенно в пейзажной фотографии есть. И с собой есть камера, конечно, в преимуществе находится. Но пока мой телефон полностью не забил снегом, поскольку у меня он не герметичный. Надеюсь, что мы с вами перенесемся в такое же время с камерой и поснимаем. Всем хорошего дня, Емко. Всем, это очень хорошее время для съемки стрита в такой сильный снег. Но, как говорил и Хитон, я постоянно повторяю, нужен противоросник. Бленда. То есть, отправляясь в город, или как бы куда вы там ходите, не забывайте с собой бленду. Одевайте ее постоянно, и у вас будут отличные кадры. У меня с собой, к сожалению, сегодня фотоаппарата не было, но мне пришлось использовать телефон. Потому что я тоже не хотел бы упустить какие-то интересные кадры, я приложу. И удивительно, что на этой неделе старую фотографию, которую я делал в прошлом году, ее забрали в несколько групп опять. И пишут комментарии, там она со снегом, с таким очень сильным, налипающим на деревья. Вот то, что сейчас произойдет, через пару часов, если такой снег будет. Ну, может быть, вероятность, что мы выйдем и успеем что-то снять без штативов. Увидимся. Друзья мои, я сегодня за кадром. Я хочу вам показать, что можно сделать за один час такого действия, такой погоды. Надеюсь, что я успею застать еще. Мы будем снимать один час, не больше. Ну, друзья, то дерево, которое я нашел, я с разных ракурсов пытался. И могу сказать, что в такую погоду, вот сейчас уже снег идет более плавно, не так сильно, да. Ну, я тут поснял несколько оживляющих персонажей, которые ходили с собаками. Вы знаете, моя любовь к работам с каналами, там фиолетовый цвет, красный. Ну, посмотрим, что из этого получится. Я открылся полностью, снимал на 1600 и 1000 низа. И, соответственно, поставил режим ВП, снижение разрешения. Что в таких погодных условиях оправдано абсолютно. Потому что оно не требуется для показания атмосферы. Не знаю, насколько хорошо меня будет видно и слышно. Я микрофон сегодня не брал. Видите, сзади меня там находится кустарник. Там птички всякие разные. Это, на самом деле, городская черта, городская застройка. Но здесь есть небольшой такой уголок, я сказал бы, у нас тут рядышком, рядом. И я решил вот этот час провести здесь. Я не пошел в лес, хотя собирался уже, но мне позвонили. Я все-таки понял, что не просто так сигналы. Вопрос, как отделить все-таки эти деревья при такой съемке. И как оживить кадр без человека. Это вообще принципиальный вопрос, потому что без человека достаточно сложно. Но и с человеком интереснее. Но есть приемы. Например, кроме людей, есть птицы, которые сейчас здесь летались. Я пытался их тут подснимать. Следующий вариант – это изменение плана. Передний, ближний, средний, дальний. За счет этого можно, за счет форм, сделать какой-то арт. Ну, вот сейчас снег стихает. Я так понимаю, что он через какое-то время прекратится. Может быть, да. Но для фотографа, конечно, лучше бы он не прекратился. И в этом связи я могу сказать, что вот этот небольшой арт в городских условиях, вы знаете, вокруг меня тут домов куча, да. Но народ выходит с собаками гулять. Поэтому всегда можно найти место, на самом деле, для фотографий, если есть желание, есть, собственно говоря, даже не цель, а просто интерес к этому. Если же интереса нет, конечно, можно пойти сейчас хрепнуть водочки, закусить. Ну, сегодня пятница, сегодня не возбраняется. Поэтому снимайте и дальше. Такие условия очень... Вы знаете, что многие фотографы используют такой прием, в том числе и Адам Гипс, и в последнее время и Хитон тоже. Кадр делают из частей деревьев. То есть вот такие стволы, они не целиком, они некую такую геометрию делают. Вы тоже можете эти приемы использовать для оживления кадра, поскольку это работает абсолютно точно. Ну, покрышка не надо там в кадр или колодец какой-то. Но на самом деле это тоже может быть элементом, потому что и кто смотрел мое видео в японском стиле, там как раз колодец имел такое, некое прочтение такого арта. Ну, это уже были же карты, я бы так сказал. Ну, а размыть как бы передний план или, наоборот, его сделать резким, это уже от вас. Ну, я решил часть времени посвятить съемке все-таки силуэтов. И вот я вижу уже голубое небо тут за мной выходит. Оно уже там появилось, да? То есть, соответственно, снег сейчас, скорее всего, прекратится. И появится некий свет, который тоже интересен, когда снег еще идет, но свет уже появляется. И вот этот, вокруг меня вы видите огромное количество стволов, которые уже заснежены, если, конечно, видно это, то можно как что-то из этого придумать. Друзья мои, обратите внимание, все, кончился снег, и вот что произошло. Видите, все совершенно по-другому выглядит. То есть, все резко, все. Но при этом в лесу, конечно, все это намного интереснее. Поскольку в лесу снег остается какое-то время, и при вот таком освещении, особенно когда такое небо приличное, можно добиваться и света, и в черно-белом очень интересных результатов. Но в лесу, конечно, все это лежит. Соответственно, можно какие-то уже более точные. Но преимущество как раз съемки в снег, когда идет снег, оно, конечно, в том, что очень низкий контраст. И поэтому даже на высококонтрастной системе, а мобильные телефоны являются высококонтрастными системами изначально, потому что у них маленький объектив, так же, как АПС-матрицы, вы можете вот этот контраст снизить и получить некое подобие, которое снимают на больших фотоаппаратах. Ну, на среднем формате, на большом формате. Вот так мы сегодня провели час. Все, кто был с Фавионовичем, спасибо, поддерживайте канал, подписывайтесь. Увидимся, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»